Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Вот-вот уже практически немного осталось времени до 9 мая. Все к этому празднику готовятся. У кого-то эта подготовка началась только сейчас, у кого-то месяцем раньше, а некоторые собственно просто живут в этом процессе и круглогодично у них практически одно сплошное 9 мая. Сейчас говорю про директора молодежного центра выбор Светлана Тюкало, которая находится у нас в студии. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Вас действительно 9 мая, получается, не покидает не только вас, но и всех волонтеров, которые приходят в центр выбор. Да, мы в течение всего года работаем с ветеранами, оказываем помощь и всестороннюю поддержку. Вообще интенсивность этой помощи ближе к 9 мая, все равно нарастает как-то или у вас как-то по сезонам иначе делится? Ну, интенсивность помощи, она возрастает именно весной и осенью, когда необходимо именно помочь, допустим, провести уборку ветеранов, помыть окна. Соответственно, зимой это не сделаешь, либо убрать приусадебные участки, поколоть дрова и так далее. Но все равно в течение года обращаются с помощью, мы оказываем ее. Но более такой пик — это весна-осень. Светлана, вот кажется, с каждым годом, мы знаем, ветеранов становится все меньше и меньше. И в Благовещенске не так много. Но тем не менее, волонтеров больше, и помощь, мне кажется, объем ее наращивается. Вообще кому, в скольком количестве людей в течение года вы помогаете? Считали хоть раз? Ну, что касается, мы помогаем не только ветеранам, вообще одиноким пожилым людям, инвалидам. Но помощь доходит до 500 человек в год. Это вот так. Но у нас, помимо этого, они проводят различные другие мероприятия. Если считать, например, раздачу георгийских лент и охват, ну, также в количестве человек, то там будет очень большой. Ну, правильно. Для того, чтобы помощь была, чтобы никогда не исчезали вот эти руки, которые готовы всегда подставить и оказать эту помощь, нужно, конечно, делать и другие акции. Вот про другие акции, приуроченные как раз к 9 мая, давайте прямо сейчас и поговорим. Вы уже сказали, раздача георгийских ленточек — это традиционная акция, которую я уже даже не помню, сколько ей лет, потому что это уже проводится давно. Но я так понимаю, пользуется неизменной популярностью, правильно? Да, она проводится из года в год. У нас сейчас она стартует с 24 апреля. Это будет массовая раздача георгийских лент по всему городу, в оживленных районах. Это как УКЦ, допустим, Перекресток, Универмаг, Центральная площадь Победы, Набережная наша. Также будут продолжать и другие дни раздавать ленточки. Мы раздаем организациям, таким, например, как Совет ветеранов, Ассоциация пожилых людей. Ну и кроме того, самая, можно сказать, массовая еще раздача — это будет 8-го числа и 9-го мая. Мне кажется, что к георгиевской ленточке за эти годы относиться стали все-таки несколько иначе, потому что зачастую, кстати, вижу людей, которые носят георгиевскую ленточку практически круглогодично, там у себя на верхней одежде или же на пиджаке, как память, я так понимаю, да? Ну, действительно, Вы с этим столкнулись, что люди хотят это помнить и беречь? Да, люди, они сейчас очень активны, и в том числе и по отношению отдать память, как и в Победе Великой Отечественной войне, так и же и ветеранам памяти через георгиевскую ленту. Поэтому как бы и ношение георгиевской ленты зачастую, как Вы говорите, встречается в течение всего года. Все понятно. Ну, сколько людей готовы подставить свои уроки, сколько волонтеров в этом году задействованы? Ну, так как мы все-таки к 9 мая это все приурочили, да? Все равно давайте вот в праздновании только 9 мая подготовки к нему. Ну, вообще наш корпус волонтеров, наш муниципальный штаб волонтеров Победы, он сейчас насчитывает более 3000 человек, которые работают в течение всего года, как я уже говорила. И все они готовы принять участие во всех мероприятиях, то есть они и принимают это участие. Сейчас уже активно ведется и подготовка к мероприятиям, их проведение. Сложно координировать работу такого количества волонтеров? Ну, у нас данные волонтеры, они находятся на учебных заведениях, в школах, то есть у них есть свои координаторы, и мы уже как из нашего, можно сказать, штаба через координаторов работаем. Ну, также активно есть студенты, которые активны в центре выбора у нас. Поэтому, в принципе, можно сказать, что распределение задач, если грамотно их правильно распределить, то работа идет легко и плодотворно. Это очень хорошо. Давайте расскажем тогда, как вы распределяете, по каким мероприятиям, где будут волонтеры активнее всего участвовать в предстоящих празднованиях. Ну, у нас, как я и сказала, уже адресная сейчас помощь идет ветеранам, когда они убираются, мелкокосметический ремонт делают. Также у нас ребята будут активно в Георгиевской ленточке участвовать. Более 400 человек у нас будут вести бессмертный полк волонтеров. Также у нас акция «Подвези ветерана», когда волонтеры будут сопровождать 5 числа, это концерт в УКЦ, 8-9 мая ветеранов. Здесь у нас с сопровождением ветеранов, волонтеров нет проблемы. Есть проблема с волонтерами-водителями. Мы приглашаем подключиться, если есть такое желание, именно доставить ветерана на праздничное мероприятие. То есть понятно, что в основном, наверное, все-таки это студенты-школьники, волонтеры, соответственно, просто без автомобиля. Поэтому, если у кого-то есть желание подвезти ветерана, поучаствовать в акции, сделать хорошее дело, обращайтесь в Центр выбора. Правильно? Да. Ну, бессмертный полк, 400 человек волонтеров, я так понимаю, обеспечивают порядок, безопасность, следят за многим. Инструктаж какой-то они проходят обязательно перед подготовкой к любой акции? Да, у нас будет со 2 мая 4 дня инструктаж волонтеров. Мы будем их обучать, как и распределять колонны, коробки с участниками бессмертного полка. Также будем проговаривать и по безопасности, в том числе и медиков, будем приглашать МЧС. Также и по террористической у нас обстановке, то есть таким вот образом. Все моменты нужно предусмотреть. Волонтеры играют огромную роль, я так понимаю, в этом во всем процессе. Правильно? Да. Ну, действительно, непростая задача. Возлагайте на хрупкие плечи студентов. Они справляются? Ну, мы привлекаем волонтеров к именно бессмертному полку, именно уже которые имеют опыт ведения бессмертного полка, либо вот таких массовых мероприятий. То есть от школьников с этого года мы отказались и более старшие курсы студентов. Потому что ответственность очень большая. У нас в прошлом году было более 10 тысяч человек в бессмертному полку участвовали. В этом году, думаю, будет еще больше наверняка. Поэтому действительно ответственность огромная. Волонтеры в суд действительно делают большую работу, большое дело. Еще не могу не спросить про адресную помощь, потому что если тут понятно, что здесь отдельные люди готовят специально, то помочь вот так адресно, в принципе, может абсолютно любой. Правильно? Да, абсолютно любой. Вот какая помощь, как правило, пользуется спросом среди ветеранов? Потому что я знаю, что они звонят и заказывают зачастую. Вот мне нужно вот это. Вот что нужно? Ну, если, допустим, помочь на дому, то это в основном помочь окна, допустим, либо мелкокосметические, как я говорила, уже побелить, покрасить, поколоть дрова. Также мы сейчас проводим акцию «Посылка ветеранов». Она впервые стартует. Цель ее, чтобы все жители города Благовещенска могли поздравить ветеранов. К нам можно на заиску 34 приносить подарки. Это как и письма, открытки, написанные для ветеранов, так и, например, коробки конфет, продукты длительного хранения. Может быть, подарки, сделанные своими руками, например, связанные носочки, варежки и так далее. И потом уже наши волонтеры «Победы», также органы общественной самодеятельности, наши активисты, они уже адресно поздравят их. Ну, я так понимаю, посылки будут всем разносить обязательно ветеранов? Да, всем. Ну, тогда клич ко всем, кто занимается рукоделием, я так думаю, или же магазины, возможно, тоже захотят принять участие в этой акции. Я так понимаю, что сделать это очень просто, правильно? Пройти к вам и принести, собственно, то, что они могут подарить ветеранам перед праздником. Но почему спрашивала еще про адресную помощь? Потому что знаю случаи, которые бывали еще несколько лет назад, рассказывали о том, что ветеранам, которым вы помогаете, зачастую, когда приходят волонтеры, выясняется, что у них и родственники вроде как есть, и есть кому помочь, а они как-то не принимают участие в этом процессе. Но это, мне кажется, обидно очень ветеранам и волонтерам зачастую. Да, здесь как бы и воспитательный процесс волонтера, когда они видят, что действительно есть родственники, они как бы не помогают, и при них же, допустим, они осуществляют эту деятельность. Поэтому мы отрабатываем каждую заявку индивидуально, выясняем точно наличие, допустим, родственников, либо нет. Потому что, возможно, может быть даже, мы видим, что есть ветеран, у нее есть дочь, но ветерану 90 лет, а ей 70. То есть как бы ей тоже тяжело уже что-то делать по дому. Но если выясняется, что есть внуки, они осуществляют поддержку и так далее. Мало того, живут одной семьей, зачастую бывают, да? Здесь работаем уже с родственниками. Ну, действительно, бывают люди, которые готовы помогать чужим, а кто-то не может помочь своим. Тоже такое встречается. Надеюсь, что благодаря вашей работе, в том числе, таких людей будет все меньше и меньше. Желаю вам успешного проведения этого праздника, потому что это действительно большое дело организационное. Огромный привет всем волонтерам. Надеюсь, еще увидите. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня с гостях была Светлана Тюкалова, директор молодежного центра «Выбор». Говорили мы об подготовке к 9 мая. До скорой встречи.